Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-Регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Инновации в санаторно-курортном лечении. В Анапе проходит научно-практическая медицинская конференция. Память о подвигах. 15 февраля 26-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. А сейчас обо всем подробнее. Свыше 150 участников из Краснодарского края, Москвы, Красноярска и других регионов России собрала в Анапе 12-я научно-практическая медицинская конференция. Традиционно она проходит в рамках международной туристской выставки «Анапа. Самое яркое солнце России». В этом году лучшие представители профессии говорили о перспективах санаторно-курортного лечения и реабилитации в детских и семейных здравницах Кубани. Научно-практическую конференцию врачей посвятили памяти Николая Староженко, который занимал пост президента Национальной курортной ассоциации. Здесь медики ежегодно делятся своим опытом новыми научно-методическими разработками, практическими наблюдениями и результатами деятельности. В этом году у нас выступают и академики, и доктора медицинских наук. Поэтому считаю, что эта конференция украшает ту ярмарку, которая у нас проводится, она привлекает новые научные силы, она просто необходима для развития нашего курорта. Организаторы форума – сотрудники санаторно-курортного комплекса «Дилучи» и Анапско-региональной курортной ассоциации. Они прилагают максимум усилий, чтобы в конференции приняли участие не только врачи Анапы, но и других курортов, здравниц, оздоровительных предприятий и научно-исследовательских учреждений Черноморского побережья, а также ведущие ученые-курортологи нашей страны. Здесь много профессиональных новшеств, различных методик, как их применяют, какие схемы применения лечения в различных здравницах, потому что, может быть, возможности есть во многих учреждениях, но методики имеют свои нюансы, поэтому всегда это полезно и интересно. В работе конференции ежегодно принимают участие ученые с мировым именем. Они готовят доклады по проблемам курортологии. Анапа – единственный курорт в России, где ежегодно издается сборник материалов научно-практических работ врачей. Доктора готовят, исходя из результатов своей работы. Это нововведение в курортном лечении, это интересные случаи практики, это опыт оздоровления, лечения, новые методики диагностики и лечения. Врачи-специалисты в области санаторно-курортного дела из года в год оздоравливают и лечат взрослых и детей на российских курортах. А помимо всего, находят возможность заниматься наукой, собираться на различных научных конференциях. И город-курорт Анапа тому пример. О сыновьях, чьи молодые жизни трагически оборвались вдали от родины, о проблемах личных и общих, накануне прошла встреча главы Анапы с мамами погибших воинов-интернационалистов. По протоколу рабочая встреча, по сути, живое открытое общение. Со времени предыдущей беседы с мамами погибших в локальных войнах ребят прошло два месяца. Глава города за всеми семьями закрепил своих заместителей и начальников управлений. Их поддерживают, им помогают. Женщины проходят оздоровление в санаториях. Мы делаем это не ради того, чтобы пиарить себя, еще раз хочу повторить, а ради того, чтобы на ваших примерах ни в коем случае не повторилось то, что проходили ваши дети и что прошли вы. Откровенность за откровенность. Вниманием власти семьи избалованы не были никогда. Вот уже 30 лет моего сына нет, и я ничего не могу хорошо сказать. Только сама, сама кругом добивалась. По России всем давали, семьям, ну, семье погибшего и родителям квартиры давали. Пришло письмо с Министерства обороны из этого, из Забайкалья, чтобы выделить квартиру двухкомнатной семье. Приехала семья, прописалась. Не тут-то было. Может, около 6 лет надо прожить, когда мы поставим ее на очередь с участниками Великой Отечественной войны. Каждой участнице этой встречи было что вспомнить. О своих сыновьях анапские мамы говорят со светлой грустью и особой гордостью. Ведь они настоящие герои. Мы все опалены одной и той же бедой. Нас затронул огонь войны. И вас, и нас. Одинаково больно. Боль эта никогда от нас не уйдет. Вот говорят, время лечит. Ничего она не лечит, это время. Оно просто притупляет нашу боль. От этого она становится еще больнее. Когда начинаешь вспоминать, что ли, а там нет опоры. И о том, что сыновья шли служить добровольно, понимая, в какое время идут в армию. Мам, чтобы я тебя в военкомате не видел. Женщины, живущие в станицах, говорили о качестве дорог и частых отключениях света. Одна из острейших проблем Анапы. Нам надо строить новые подстанции. И в завершении этой встречи глава Анапы подчеркнул. Я вас понимаю, все, что произошло. Я вам хочу назвать наружающие слова многоданности и попросить извинения за тех моих коллег, которые в лице сотрудников Министерства обороны, в лице сотрудников социальной защиты. По-любому. Хоть даже и нет прямого подчернения, но это коллеги, это исполнительная власть, это силовые структуры. Вот попросить извинения за то, что 30 лет так с вами обращались. Еще у кого-то есть какие-то обиды. Давайте посмотрим, и что возможно, мы разрешим. Наш рассказ об одном из тех, кого мы все зовем афганцы. Это слово как титул или звание, навсегда определившее человека в нашем обществе. Мужчины с лучшими качествами и в самом высоком звучании этого слова. Ведь за его спиной была не просто война, целая судьба и ни одного человека, а всей страны, которая еще раз показала всему миру, какие у нее сыновья. У Сергея Владимировича Пархоменко два сына. Алексей уже служил в армии, и отец, как человек, прошедший дорогами афганской войны, горд. Сыновья растут настоящими мужчинами. Отец из поколения 80-х. Тогда мальчишки не знали слова закосить от армии. В те времена, если молодой человек не служил, значит больной. Не каждая девчонка будет с ним встречаться. Сергей мечтал служить в армии. Так как я по здоровью подходил идеально, в свое время защитил кандидата в мастера спорта по боксу, вырос здесь на море, это и яхты. И я записался в ДСАФ на прыжки, прыгал, и я попал в воздушно-десантные войска. Учебка, в которую попал Пархоменко, даже его, спортивного и закаленного, ломала. Менялись привычные представления о возможностях солдата. Зарядка, бег на несколько километров, занятия с утра. После обеда полтора или три километра бегом, и на сон грядущие опять занятия, и на сон грядущие опять три или шесть километров бега. Каждую субботу или воскресенье это называлось спортивным праздником. Издевательство страшное. Или 10 или 20 километров, полное боевое. Марш-бросок. Так незаметно за полгода укрепились не только бицепсы, но и дух, и воля. В один из дней родители приехали посмотреть, как служит сын. Мои отецы с матерью дошли к КПП части, чтобы узнать, как попасть или вызвать сына. И в этот момент выходил из КПП части наш замполит роты. Он, о, Пархоменко, отличный солдат, через месяц в Афганистан отправляет. Мама там исползла, папа ее еле подхватил, успел. Одним из самых сильных впечатлений за эти 30 лет было и остается воспоминание о том, как он впервые увидел войну. Мы заправились в Ташкенте, и когда уже перелетели границу, получилось так, я сидел, что рядом со мной был иллюминатор. Я наблюдал, как внизу идет война. Летают самолеты, идут взрывы. Вдруг резко набираем высоту и уходим обратно. Обратно прилетели опять же на этот аэрограмм в Ташкент. Нас выводят из самолетов, выходят пилоты бледные. И выходит стрелок оттуда и говорит, ребята, вам повезло. Дружба на войне – категория особенная. На ней держатся и боевые походы, и умение выживать в нечеловеческих условиях. Совместная радость искренних писем из дома, от любимых девушек. Бесконечная боль потерь. Когда погибают твои друзья, да, это страшно, это больно. Это просто адская боль. Но ты от нее никуда не денешься. Самое страшное из этого, когда, допустим, тебе предлагают, ты же дружил с ним, вот тебе двухнедельный отпуск, и повезешь его домой. Это еще страшнее. А как смотреть матери в глазах? Страх смерти – это нормальное человеческое чувство. Но не было такого среди советских солдат, что именно этот страх когда-нибудь помешал им в боевом задании. Не боятся только дураки. Тебе что страшно? Ну как страх, ты понимаешь, этот страх где-то там. Сергей два раза подрывался на минах, получал контузию. Среди его многочисленных наград – не случайно самая дорогая медаль за отвагу. Сергей Владимирович такой и в жизни. Таким он и остался. Отважным, сильным, мужественным, уверенным в себе. Настоящим мужиком. Все в доме сделано его крепкими руками. Этот стол и лавочка – тоже его рук дело. Вот эта собака, которая прибилась к его дому, безумно любит своего хозяина, чуя в нем доброту и умение защитить. 15 февраля мы снова их вспомним всех. Да и никогда и не забывали. Это наша общая история, наша общая судьба. Агротуризм может и должен стать одной из точек роста курортных территорий, уверен губернатор Кубани Александр Ткачев. В Анапе к сезону готовят три новых объекта агротуризма. Накануне ход работы ценили депутаты Законодательного собрания Краснодарского края. Интерес парламентариев не случайен. 23 мая перед зданием Законодательного собрания пройдет выставка, посвященная агротуризму. На нее съедутся представители сферы туризма, у которых есть, что предложить многочисленным гостям Кубани. Охотничья рыболовецкая база отдыха «Кубанский хутор», расположенная в селе Джигинка, в числе экспонентов будущей выставки. Подготовка к мероприятию уже началась. Создана рабочая группа, куда входят депутаты Законодательного собрания края, работники министерств сельского хозяйства, курортов и туризма. Они сейчас осуществляются вместе с муниципальным образованием объезда этих территорий, знакомятся с руководителями, рассказывают, какие основные цели, задачи данной выставки. Мы планируем, что шесть объектов агротуризма будут представлены на этой выставке, но работу продолжаем, проговариваем с объектами, с руководителями данных объектов, чтобы выставиться еще больше. Будущая выставка – своеобразный смотр возможностей и обмен опытом. Руководители успешно развивающихся объектов агротуризма поделятся с новичками этого направления своими наработками. Представители туристического и экскурсионного бизнеса примут участие в круглых столах и узнают о новых туристических маршрутах и объектах агропоказа. На ринге – подростки. На базе детско-юношеской спортивной школы номер 3 состоялись отборочные соревнования по боксу среди школьников. Приняли участие 18 спортсменов. Перед ними стояла непростая задача – жесткой конкуренцией стать лучшими и получить шанс попасть на первенство Краснодарского края по боксу. В соревнованиях принимают участие 18 человек. Среди спортсменов есть начинающие и те, кто уже успел достичь результатов. Данил Мохов уже три года все свободное время посвящает боксу. К отборочным соревнованиям готовился серьезно, до автоматизма отрабатывая приемы. Долго, упорно, тренировки практически каждый день. Спортсмены должны выстоять три раунда по полторы минуты. Внимательно наблюдают и изучают тактику ведения боя с соперниками. Перед боем немного мандраша, когда в бою чувствуешь, как чтобы победить. Турнир стал одним из этапов формирования сборной, которая уже в конце месяца отправится на краевые соревнования в Новороссийск. Ребята все хорошие, уровень бокса в городе очень высокий, поэтому отобрать непросто. Тренерский совет и Федерация бокса в конце отборочного тура примут решение, кто представит сборную города на первенстве Краснодарского края. Сразу после новостей смотрите специальный выпуск об участниках 22-й международной выставки «Анапа. Самое яркое солнце России». Далее прогноз погоды на завтра. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В студии Наталья Змозгова. Из-за погоды теперь мы будем следить вместе. В пятницу 13 февраля в Анапе пасмурно. Однако осадков не ожидается, поэтому зонтики можно отложить в сторону. Утро будет морозным, однако днем воздух прогреется до 5 градусов тепла. Все мы с вами с нетерпением ждем весну, но ночи пока еще прохладно. Людям с повышенной метеочувствительностью завтра нужно быть осторожнее, внимательнее к своему здоровью. Атмосферное давление завтра будет высоким. Спонсор прогноза погоды – офтальмологическая клиника Тризе. Если у вас проблемы со зрением, самое время обратиться в компанию с 12-летним стажем к клинику Тризе. Пусть погода не отражается на вашем настроении. Скоро весна и пора влюбляться, улыбаться и радоваться. Считаете, что раньше вы видели лучше? Самое время посетить врача-офтальмолога. Комплексная диагностика в офтальмологической клинике Тризе. Мы расскажем все о вашем зрении. Запишитесь на диагностику в Анапском подразделении Тризе. По телефону 30 310 Крымская 242. Тризе. 12 лет. Мы заботимся о ваших глазах. И это все новости на сегодня. Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Катя Соловьянова. Анапчанка. Комсомолка. Разведчица. Участвовала в боевых операциях против оккупантов. Была схвачена и казнена фашистами вместе со своими товарищами. В 1942-м. Ей тогда было всего лишь 20 лет. Мы помним.